как будто кто-то лежит какой-то дракон так ребятки мы едем заехали поселок веселое и нам нужно доехать до по дороге до набережной прямо до веселой бухты сейчас вам все расскажу и покажу куда мы едем и едем под названием язык тролля в скалам в прошлом году мы ее не могли найти почему и как расскажу в общем в навигаторе просто набираете поселок веселая веселая бухта и едете вот по этой дороге никуда не сворачивайте прямо до набережной по крайней мере в этом году постараемся сами найти потому что не могли нам не местные жители никто ничего не мог подсказать искали бродили ходили ни с чем уехали в этом году я побольше почитал выписал информацию и постараемся сейчас все же и найти найдем мы либо и убили нет все узнаете в этом блоге но и это полезная информация для тех кто все-таки захочет туда попасть что много всяких фотографий видео где-то но никто не рассказывает как туда идти хитрожопые а мы все расскажем сейчас найдем в общем село веселая бухта веселая едем просто по дороге до конца и и до набережной дорожка здесь конечно так себе бывает но из пяти баллов там троечку можно твердую поставить но на легковой машине может спокойно доехать вот и не ой тут стекло так свистит извините вот поэтому это такая достопримечательность новая мало по ней информации но очень красивые виды фотографии там видео хорошие получаются но некоторые люди блогеры они же такие эти как цыганина на рынке решили показать но не рассказать как это сделать вот ну постараемся сейчас все-таки эту занавесу раскрыть показать и счастливыми записать все таки это видео влог сделать и ну и кому может быть кому-то помочь чтобы кто-то что пристой друг найдет что было как информация по крайней мере чтобы можно было видеть но вот тут дорога видите немножко получше стало уже ближе к поселку к самому в том году также приехали оставили где-то вот здесь машину пошли пешком вот впереди сейчас там хотели что там хочу пур или что там хинкали написано вот и вот тут спрашиваю мужиков и нам никто ничего не мог подсказать так в общем мы доехали до конца и теперь нам нужно направо до конца дороги ехать до шлагбаума где-то впереди должен быть шлагбаум где-то впереди должен быть шлагбаум осторожно здесь ехать особенно в сезон потому что дети из машин он вообще родителям посрать где их ребёнок бегает между машин но это еще не шлагбаум в общем едем едем вроде как написано что когда я читал было написано что там ушла баба есть место для парковки где ее оставить но здесь вот дорогу такая ведь уже полу гравийная полу песчаная но тихонечко можем доехать у нас и легковой машине тихонько едем принципе ничего не цепляем есть полу вы небольшие сделаны но едем до конца дороги чтобы насладиться видами по самой практически одна из последних не то что достопримечательности а вот найденных мест для фотосъемок потому что кому-то нужны дворцы а кому-то виды природа кому-то дикий отдых вообще крупные крови видите пошел вот я еду 10 километров в час продолжаем ехать тут с правой стороны получается виноградники с левой стороны кромка берега и на кромке берега организованный или дикий отдых на автомобилях либо по-американский пашка называется кемпинг да ну пока эти честно говоря никакого не вижу шлагбаума в общем продолжаем двигаться потому что впереди я вижу вот за машинами там еще ехать как минимум метров восемьсот километров наверно вдоль вдоль побережья тихонько едем с одной стороны море с другой стороны виноградники наслаждаемся морским бризом правой стороны ой слева и около моря смотрите это опять скала ощущение немножко такой ой простите видите этот машины просто парит машина я через стекло тогда лучше покажу ведь ощущение тоже как будто бы у меня как ты думаешь на что похоже вот это вот скала который черепаха либо как будто бы медведь идет как будто ногу выставил вперед 1 правую а левую назад и как будто носик наш типа умки что-то нет ну опять да это как облака у кого как кому что ехали мы до шлагбаума вот прямо дорога действительно так и идет прямо все заканчивается и здесь есть у кэмпинга куча мест то есть можно спокойно оставить свой автомобиль смотрите сколько места вдоль либо с этой стороны вообще куча и нам сейчас нужно будет идти вверх по тропе она сразу начинается именно со стороны морского подъем очень сложный а со стороны веселого подъем достаточно легкий вот поэтому сейчас приготовимся выдохнем и пойдем с вами по этой тропе виде увидеть ту самую красоту слава богу что мы нашли то что искали второй год подряд смотрите это небольшая такая прибрежная зона не знаю как скала либо насыпь какая-то дан общем кромка берега похоже уже здесь как будто бы это какая-то большая анаконда либо черепашья голова которая открыла свою пасть и видно язык который так с ртом в воду входит глаза сверху нос такой торчит в общем интересно смотреть за этим за всем у каждого образуются конечно свои какие-то виды образы представления у кого как работает мышление и творческий процесс с этой стороны что вам видится вот какие ваши представления об этой горе напишите в комментариях здесь вот для меня показалось какая-то черепаха либо медведь который стоит упашет свое представление тоже а здесь у меня представление смотрите как будто это лежит кошка у воды голова видите такая носик ушки тело большое пошло в левую сторону как будто она так знаете вытягивается вот утром кошки так подтягивать либо когда они поспят и лапки уже практически у моря как будто на на подушечке лежит вот так вот она кверху вытягивает кивите как два этих скала такие две рядышком кверху острые раз два вот такое ощущение что как будто бы она так лапки вытянула но мордочка то это сто процентов как мне кажется то есть такими ушками острыми типа что-то сфинкса сбоку здесь есть табличка государственный природный заповедник особо охраняемая природная территория папайя кая запрещается разводить костры бросать окурки спички и оставлять мусор берегите лес площадь 550 гектаров вот основной указатель можно попробовать потом и и в навигаторе это набрать папайя кая но опять может с другой стороны где-нибудь завести что потихонечку мы пошли сзади нас остался автомобиль автомобиль и подниматься нужно примерно 1 7 километров здесь гуляют и с детьми гуляют девушки без особых люди без особой физической подготовки как павлик я просто кондукторша раньше прошлой жизни было вот идти около 50 минут было написано спокойным шагом но я думаю что вот по тропинке главное там же тропинки нет но это где-то с другой стороны вот она идет я думаю что вот натоптанная тропа прямо идем никуда не сворачиваем по крайней мере такая натоптанная тропа а паша говорит может быть потойну с центрального места получается вот она одна идет потом откуда-то там появляется другая но я думаю что это где-то с набережной она идет поднимается я думаю что то не то сегодня немного такая тоже пасмурная погода в тепло но солнышко не светит это в принципе самое хорошее время для прогулки пеших по горам потому что солнце не полит есть небольшой ветерок и облачность не низкая что например может закрыть виды какие-то ну постараемся дойти здесь опять видите она разделяется направо и налево но я думаю что нужно идти вот где совсем хорошо натоптано все-таки придерживаться этой тропы ребята сказать что все равно тяжеловато подъем крутой но мы уже прошли всего лишь 200 метров а уже 300 уже запыхались но радует что осталось не так много шинка вон там внизу витя уже какая маленькая здесь очень много поворотов есть небольшие тропинки но они все в одно сходятся есть вот такие отвороты круче уже 2 вот я вижу на них лучше не идти потому что за этой кромкой прямо такой резкий обрыв поэтому будьте аккуратны особенно если вы с детьми нужно идти конечно же обувь опять же обувь как минимум это должно быть удобные кроссовки явно не сланцы хотя у каждого свои представления о путешествиях многих людей мы видели которые гуляют по горам просто в сланцах с детьми на плечах понятно что дети устают не дай бог вы с ребенком покатитесь вниз ничего хорошего не будет поэтому обязательно с собой еще и воду нужно брать хотя бы по пол-литра на каждого ну тут недалеко идти но в любом случае головные уборы это надо радует что вниз с горки идти тоже не просто до камни потому что видите какая тропа но это еще ничего я помню мы с павликом ходили в красную пещеру вот это просто жуть как мне тогда казалось это просто что-то было невыносимое бесконечно подниматься написано например 500 метров ой блин 500 метров прямо вроде бы это немного но когда ты ползешь по такой дороге 500 метров превращается в 500 километров вообще красота смотрите ну вот веселую бухту здесь видно не знаю будет ее выше видно либо нет но решила для себя заснять и для вас нам на память как она выглядит с высоты хотя по сути дела не так мы высоко и поднялись метров 300 наверно все я ранее в каком-то из влогов вам в тайган что ли когда мы ездили говорил что читали комментарии о том что лишь люди пишут о крыме в тот момент когда в крыму дождь был еще остальное люди непонятно на кого ругались я тогда говорил пишите письма в небесную канцелярию только они могут ответить на вопрос почему сегодня пошел дождь сам разгар сезона тогда когда у какой-нибудь ольги из простите господи просто так на в голову что пришло из екатеринбурга она приехала вот у нее неделя отдыха здесь отпуска на море и в этот момент начался шторм либо дождь пошел на кого все это усетовать не на не на кого это погода чаще всего конечно погоду мы влияем всеми этими выбросами выхлопами все остальное и одна из там точно таких же людей это у меня был друг очень интересный он приехал к нашему общему знакомому в петербург санкт-петербург ему наш общий друг который живет в санкт-петербурге спрашивает что ты дома сидишь идите ездить и ехать ехать эти едьте в петербург посмотрите фонтаны на что человек ответил что у нас в екатеринбурге в екабе нет фонтанов точно такие же писали что у нас в москве нет музеев что мы там в москве не можем посмотреть мы сюда на море все-то приехали они музеи посмотреть у нас в москве типа музеев куча сравнивать даже москву и крым это абсолютно разные музейные достопримечательности абсолютно разные москве нет того что есть санкт-петербурге санкт-петербурге нет того что нет в крыму это вообще нельзя сравнивать точно так же как и фонтаны петергофа и фонтаны екатеринбурга при всем уважении живущих там людей вот и другая тоже написала что типа я в крыму буду смотреть там и смотрите все особо нечего тогда я просто пошли к поснимают вот так рука неудобно тогда павлик читает этот комментарий и говорит сейчас ты грите вообще разорвет и читает комментарий что типа тетка написала что в крыму вообще смотреть нечего вообще тут смотреть вообще особо смотреть нечего в крыму не знаю почему так сказал что сейчас меня разорвет либо с того что он знает что я крым обожаю от не знаю от кончиков волос до 5 и что 6 лет подряд мы приезжаем в крым и мы просто не можем посмотреть все все достопримечательности тут как говорят про про санкт-петербург про эрмитаж то чтобы посмотреть эрмитаж нужно и каждому зала уделить примерно там 10 там 5 минут что это нужно практически 10 лет чтобы пройти этот эрмитаж с толком не пробегая его а вот остановиться посмотреть каждую картину каждый экспонат вот то же самое как можно сказать про крым вот про крым вот знаете смешном факторе можно сказать что человек любой со своими вкусами может найти здесь все что хочет вот опять же как вдруг из санкт-петербурга говорил раньше ну в хорошем смысле от патронов до гондона все здесь можно найти вот на любой вкус хочешь дворцы хочешь не знаю там природные достояния хочешь морские прогулки хочешь дайвинг это я просто сейчас знаете вот на как-то называется нас на скорую руку говорю хочешь пещеры которые подземные хочешь пещеры которые наземные которым там ни один десяток веков насчитывается до пещерные люди где жили и греки где были и так далее тупо дождь для меня это вообще я в шоке был когда паша прочитал этот комментарий это только малая часть моя малая толика всего того что можно видеть в крыму но настолько недалекие люди пишут что иногда этому просто удивляешься вот люди сверху до души собака белая вот тоже идут иначе мы все в правил направлении идем ну дорога ведь такая каменистая павля сколько мы прошли красота какая 600 это еще 700 до еще тысяч километр 100 километр 100 красота да и только немножко здесь на веселую бухту мешает обзор кустарники но может выше поднимемся и будет лучше видно первый раз идем поэтому все увидим своими глазами и вы по видео увидите захотите вот сюда пойти либо нет я говорю что у каждого виды путешествие свое ой смотри а вот там как будто бы это же меганом получается мыс я ощущение как будто бы крокодили морда смотри как будто глаз сейчас светится лишь белый видишь нет вот не видит павлик вот это смотри как будто бы сейчас отсюда ну вот и кстати у этих у нильских крокодилов именно вот такой нос издалека просто не совсем видно но вот если присмотреться а сейчас ощущение как будто здесь носорог лежит в воде пьет как будто нос так торчит вот от этого носа от пики видите сейчас уже свет поменялся там такое ощущение было как будто бы глаз и вот морда крокодила как будто бы вот воду лежит то есть как будто он сплыл но у меня так вот видение сейчас увидел и посередине не знаю как по кадру видно не видно потому что немножко в дымке прямо видно вот этот меганом мыс по морде так прямо вдоль моря как будто бы разрез такой идет как будто вы морду него захлопнута как будто нижняя челюсть в воде а верхняя как будто бы ну закрыта так прикрыта но если крокодила посмотреть у него точно также морда выглядит то есть она же у него не полностью закрывается чему я говорю начал да с пашей как раз говорит что у каждого человека свои представления что-то визуализировать помните мы с вами говорили про облака что у каждого представления свои как работает воображение как работает часть головного мозга за воображение у каждого по-разному кто-то вообще ничего не видит где-то увидел медведя где-то видел собаку в облаках что это да в облако и облако а кто-то вот прямо каждую секунду смотря на то ли другое облако может что-то себе представлять конечно у каждого по-своему все это вот точно так же в крыму понятно что это назвали люди нашего поколения до нашего поколения но сколько в крыму таких звучных названий например тот же самый хамелеон черепаха крокодил кстати есть еще пашет фиолент а вот то есть дельфин который кстати видно его около прямо около судака с правой стороны у их очень очень много поднимаюсь можно мысли в разные стороны разбежались поэтому но по крайней мере уже вот можно наблюдать их с разных ракурсов и вот действительно все эти скалы они видны как то или другое животное а гора кошка например опять же их очень много смотрите как красиво сейчас надо это сфотографировать вроде бы с одной стороны подъем стал чуть-чуть легче либо он просто стали немного останавливаться но все равно видите каменистый подъем не совсем легкий по дыханию вы наверно слышите что мы уж не совсем конечно худенькие но не совсем толстые часто ползаем по таким местам но тяжеловато но все равно идем нахрен не этот ваш ебаный контент сдался рита огромный вам привет саратов всей вашей семье и это смешная ситуация что вы что мы ее вспоминаем постоянно но это внутренние шутки поэтому поэтому знают избранные прошу прощения так по времени что-то я даже не посмотрел сколько мы поднимаемся но по навигатору мы поднялись только половину 700 метров 700 метров получается нам еще 700 идти я паблику ой сколько а еще с тысячу километров ну километр грубо говоря господи километр вот и паша говорит посмотри на соседнюю гору мы только подошли получается под ножью если посмотреть где находят виноградники и вот где примерно мы находимся и где еще гора соседняя вот километр еще нам подниматься я еще раз повторю что спасает почему-то нас пока вот эта туча которая висит над нами надеюсь никакого дождя не будет а вот а там все солнце и вот тот самый крокодил который вдалеке наше солнце проглотил уже не крокодил вовсе а выглядит что в чем-то другим непонятно что но все-таки можно если посидеть поразмышлять можно увидеть какие-то черты какого-нибудь древнего животного и только цикады поют хорошо что и не только мертвый с косами помните как в том фильме а только цикады поют чаще всего когда мы в крыму гуляем по таким местам вот эти вот такие пешие походы они компенсируются и на вознаграждаются не только вечерним ужином калорийным каким-нибудь там я не знаю там чебуреком шучу ну конечно позволяешь себе что-то побольше потому что много калорий тратишь ну и самое главное вознаграждение это природное потому что такую красоту конечно на видео смотришь это одно а когда ты присутствуешь здесь и сейчас когда у тебя есть видео и ты там был когда у тебя есть фотографии конечно воспоминания они есть и остаются надолго поэтому приезжайте в крым здесь есть что посмотреть начиная различных рукотворных произведений искусств созданный человеком также менее рукотворными которые созданы самой матерью природы вышли мы на небольшой оплаты где-то спустя наверное 750 760 метров первое такое вот ровное место где можно отдохнуть пройти воды попить немножко посидеть ну и совершить наверно традицию потому что ведь сейчас возьму камушек из-за вас за всех поставим вот уже сверху потому что это такая традиция давайте два поставим один я за себя другой за вас загадывайте как обычно желание будем составлять башню так я загадал теперь вы давайте раз два три давай поменьше чуть-чуть наше желание уже тут нет не разрушая пусть остальные попрочнее ставь как-то неровные вообще плоские два камня неровные это ты пошли ровный ребята вы слышали рассказал что с камней неровные с вами я ему за нас с вами ответил так здесь пошел спуск после вот этой дорожки в тут мы с вами камушки сделали поставили так это выглядит потом я вас уверяю что если приехать сюда через год если их не какой-то дурак это не разрушит а будет поддерживать действительно эту традицию здесь знаете сколько какой вы строится целая пирамида из нескольких вот их тут будет сотни таких штук но как минимум десятки с этими камнями желания конечно все это ритуал все это может быть кто-то сказать что это неправда вот здесь вот пошел спуск сразу вниз но в любом случае мы верим во все что только можно вот смотрите еще один такой же ведь стоит маленький но все же эти такие поверья пошли давно равновесие это и осознанность жизни и равновесие в здоровье и равновесие желаниях равновесие во всем то есть поэтому где-то в китае и в японии вот именно в азиатских странах выстраивали такие колонны где-то воды где есть всякие ручьи реки вот еще один смотрите то на пустом месте кто-то поставил камушек просто камушки поэтому будете если увидите такое загадывать смело желание главное это верить в себя верить свои желания и вот как только сильно в них начнешь верить сразу все желание явно сбудется желаю вам всем равновесие во всем мой сегодня вот стоит дальше а вот смотрите стоит эти пирамидка дальше пирамидка стоит вот она тут сбоку вот пирамид как кустам стоит в общем понимаете да что это не просто так мы сейчас взяли выстроили тут ходим снимаем ну такие пирамидки мы с тобой где тоже их тоже ставили даю что не помню где там были а в пещерном городе до делали потом были в пермском крае в этом как он называется это тоже чертовы городище или что там это там тоже вот этих куча 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 вот этих к таких стоит камушка поднимаемся вверх еще круче подъем хорошая кардио нагрузка на самом деле это не только полива то есть не только приятно что подниметесь увидеть эту красоту но еще и кардио нагрузка что немаловажно для нашего здоровья остановились отдохнуть потому что действительно тяжеловато вниз мне кажется сложно и вну будет спускаться по лестницам да то же самое только здесь лестницы такие мы дали себя отдохнуть потому что сейчас покажу такой крутой взъем сейчас будет может быть с видео это не так кажется но мне кажется здесь процентов подъем наверно 40 или 35 где-то вот так вот тут он такой крутой ну хорошо что здесь вроде как такая дорожка видите ровная выглядит и не знаю как либо на широкая форматку удобнее будет смотреть либо напрямую ну короче так примерно серьезный такой подъем там было все проще мужчина кепку не кепку как тут можно кепку потерять кепка видите кто-то оставил хорошая новая кепка я не буду его ее забирать знаете почему не потому что она мне мало по размеру лишь чужие вещи не ношу нашу иногда ну что тут доме какого-то паучка и он это кепка видите крышей как крыша образовалась видите такая там дурка но норка такая и это кепка закрывает паучка и от дождя и от палящего солнца поднялись мы поэтому подъем на самом деле где-то вот с той стороны вы начали подниматься по кадру я вам показал пальцем здесь поднялись мы с одного раза на самом деле достаточно было просто подниматься потому что вот эти вот скалы не как ступеньки спокойно поднимаешься нормально а вдалеке смотрите какая красота передняя гора темная а сзади она просто белоснежная ощущение что это снег на самом деле это просто к солнцу подсвечивается скала который находится за той которая на переднем плане идемте выше не знаю сколько тут еще вверх идти у паблика навигатор сколько прошли неизвестно километра прошли еще 700 но уже радует уже больше половины стакан на половину полон они на половину пуст каждый на а вы какой позиции у вас какая жизненная позиция у вас стала к стакан наполовину полон каких-то ситуациях либо наполовину пуст веселая бухта и песня цикад смотрите какой разрез скалы как торт наполеон как слоеное тесто не знаю так какой-то красиво как выглядит как мне кажется самый сложный подъем вот я говорю что это тоже сложный но это как-то терпимо можно встать где-то на прямом месте ноги чтобы отдохнули самый сложный подъем это было один из сложных это красная пещера в крыму и кто не смотрел в прошлом году мы поднимались на роман кож самая высокая гора крыма уже во первых мы не знали куда идти это раз во вторых кто не видел посмотрите это видео во первых тяжело было мошки комары всякие вот эти вот летучие твари которые тебя кусают слепни и так далее ну и самое главное так что мы не знали куда идти навигация не работала не знаешь куда идти и нас спасли только ребята мы уже спустились практически опять вниз под ножью горы и шли молодой парень ну где-то может моего возраста и девчонка это учу обратно вот таки да мы не нашли дорогу они горят пошлите сейчас вместе дойдем я буду не мы сейчас подумаем вроде что как-то туда сюда игроту смотрите вроде столько времени уже прошли там сюда позже нужно было эти столько что вот ну и короче мы так подумали чем мы совсем что ли идиоты столько времени потратили затратили не пойдем вот короче забрались туда а там она торпинка это сходится паша говорит что мы не туда пришли нам нужно чуть-чуть вернуться потому что здесь видите такой подъем вверх ну а на картах тропинок нет пойдем здесь потому что паша грешту мы должны вот там были эти наверху здесь видите опять небольшой спуск и вообще резкий вот такой подъем к верху но идемте подниматься иду-иду тебя сзади ракурс очень хороший ты так фото гигиеничный до гигиеничный я такое ощущение что это же иду мне кажется вот там еще одна тропинка идет тут левее вот там вот вот видишь около кустов мне кажется на более пологая ну ладно уже идем ну конечно душу своим вас видео длиной просто иду у меня мысли не хочется с вами делиться сейчас павлику что хочу сказать что не говорил прикольно будет если в каких-то из дней но по моему эту сторону не ходит водных курсе да они отходят до ялты когда ты поднимаешься на какую-то гору и ты понимаешь что что-то ее достиг и когда ты видишь снизу с моря где ты был на вершине это все круто невероятно вот но по моему судака в ялту ходят какие-то но не на целый день пять уйдешь и и все на целый день а мы в принципе еще на ялте мы были только если по морю посмотреть что там мы же с тобой не ходили сюда когда ялты там два часа типа стоянка и потом обратно теплоход возвращается жанни заслужил . не звонишь не пишешь пойдемте здесь вот опять видно гору аюдак вот она вдалеке в облаках черное прекраснейшее море а вот и мы с миганом и опять же веселую бухту и ту самую кошку которая все-таки из кошки больше пока него что не превращается единство что я смотрю там где-то дождь идет над над айпетри и над роман кайф надо петри и над аюдагом как бы нас не замочило но одно дело одна дочь там поморосит но другое дело если прямо ливень пойдет здесь таких деревьев больших нету чтоб можно было спрятаться да еще в деревьях во время дождя и грызы не рекомендуется прятаться поэтому придется возвращаться в дождь и это неприятно потому что могут быть у таких сгор сходы воды вниз но будем надеяться что все обойдется потому что ну как-то будет наверное нечестно если мы не дойдем и придется возвращаться обратно либо картинка плохая будет мы ничего не фотки и сделаем не видео не снимем чего тихонько осторожно ухты зайчик попрыгайчик да ответе тут как все скользит я как тот самый как он депутатом все стал нашим алексеевском районе баженов не выключая камеру спустился поэтому вроде как небольшому склону ведь он такой отрезанный крутой и спуск вниз вниз дорога будет быстрее однозначно почему потому что первых я снимать не будем не будем останавливаться все равно на это затрачивается время остановиться снять поговорить вам что-то рассказать в это же время конечно отдыхаю но все равно затрачивается время больше чем просто идти поэтому теперь кто еще не поставил и комментарий вниз смотрите какую красоту мы вышли там идет трасса южно-бережная внизу по моему это чё у нас какой поселом проезжает они достроены этот с переходом морское внизу поселок и вот такие прекраснейшие виды просто ребят безумие 300 метров нам осталось те 300 кажется что это так низко на самом деле ребят это очень высоко смотрите тоже какой-то мыс уходит в воду обрыв ну просто невероятное что-то виды просто потрясающе открываются уже мы вознаграждены но нам еще 300 метров и все вверх вышли с этой тропы но в принципе она более живописный но видимо сложнее на подъем навигатор показа что мы должны быть по этой тропе были выйти получается по правой стороне а мы шли по левой вот она соединяется в одной вроде как 200 метров осталось и там снова видите эти камушки стоят такие камушки желаний ой ой все рассыпалось по картинке очень близко приблизил но все чтобы поняли оставляю остановку восстанавливаем дыхание идем дальше только красота гора идет чуть чуть еще вверх не знаю поднимемся мы либо нет потому что там как раз есть подъем другой стороны со стороны морского мы поднялись со стороны веселого туда не надо у нас машина стоит другой стороне а так можно где-то оставить и подниматься но повторю что здесь подъем достаточно высокий ну что наконец-таки дошли до этого языка крымского тролля сейчас я вам его покажу павлик удивился конечно всему тому что мы увидели но мы как обычно говорим о впечатлениях таких какие есть кому-то нравится кому-то не нравится мы говорим о своих впечатлениях поэтому как есть слушайте что мы думаем по этому поводу на обрыве действительно располагается вот такая вот скала действительно она выходит за пределы основы самой скалы достаточно красиво выглядит но если честно больше нас впечатлило не что паш не язык тролля до сами виды которые здесь когда поднимаешься и все это видишь воочию повезло нам то что конечно сегодня облачно немного затем затянуто тучами нет мошек нет комаров нет вот этих кровососущих всяких живой животных и как их называют мошкары всякой а вот есть только вот эта красота но солнце наверное было бы намного симпатичнее но пусть лучше будет ветрено и без солнца но без мошек и вот такой вот вид не знаю потрясает он не потрясает хочу сказать что такой вид выпирания так скажем если это может сказать он с одной стороны потому что нам оставалось 50 метров дойти до него и мы не могли понять где же это у меня потому что в представлениях было другое фотографии вот такие вот фотографируется здесь прямо сверху садятся у кого насколько не страшные так скажем половые органы мужские кто насколько с ними большими кто чуть чуть поменьше вот то как до лезть наверх вот на самый край потому что некоторые садятся прямо вот в это седло честно говоря вот прямо сюда есть такие фотографии можете набрать в яндексе в любом поисковике крым язык тролля и там выйдут все вот эти фотографии но ни одной информации когда него добраться толком нет поэтому вам рассказали как сюда прийти но это вид с этой стороны получается что мы поднялись вот по этой тропе и мы не могли понять где же это все находится да то есть мы сначала думали может вот это и как-то ракурс другой может быть чего как то то есть но таких выпирающих скала их много но это так скажем одна из самых основных вот она и вот как раз вот так вот видно что-то кверху поднятая вот и здесь достаточно такой широкий подъем то есть ощущение с другой стороны вот со стороны удивите павлик стоит она одно а когда ты здесь находишься вот она тропинка ощущение абсолютно другое то есть тут достаточно такая основательная площадка и можно спокойно вот человек где-то у подножья стою там получается выше либо уже так скажем может фотографироваться вообще никуда не можно я не буду подниматься я ужасно боюсь высоты вот но вверх я ну и конечно могу вот сюда еще шажочек вот так вот сделать а сейчас 4 а так ну в общем ребята вот такой вот такой обрыв к а вот ответственная скала думаю подобное подо мной сейчас находится и там внизу где-то лодочка идет в море не туда не сюда а в общем она он грубо говоря с моря и порывы ветра они вот как бы в эту сторону идут то есть нужно все равно быть осторожным аккуратным ну вот павлик забрался давай сиди сейчас эти сходку тихонько только осторожно кстати когда снимаешь страшнее вот когда жопой ползешь не настолько страшно когда стоишь на ногах выше то намного страшнее конечно все хватит хватит мама увидит меня вообще скажет куда-то сына его и правил уселся можно еще выше но я бы я не стану подниматься выше однозначно ну ты во первых поднимаешься не по той скале потому что скала вот это вот она идет сюда выше но я не к рекомендую тебе туда подниматься пусть лучше будет так факт пусть будет так чем вообще никак вот так на памяти останется но строля и тут я заметил точно такие же ощущения что кто-то сложил такие камушки желаний внизу на обрыве люди идут и с другой стороны получается со стороны морского вот видите с той стороны поднимаются ну и действительно вот с детьми поднялись дети семейная пара тут девочка совсем маленькая но он насколько это легко наверно они только могут сами рассказать на муж интервью брать у них не будем павлика буду отправлять на конкурс на фотографировала меня вообще руки из одного места растут я говорю ну ты в таких программах работаешь ты вообще просто бренд человек мозг компьютер и не можешь сделать одну фотографию ребята вот это вот обидно когда ты забираешься да куда-то и ты других людей фотографируешь тогда еще юлька с нами ездила паша у них такие фотографии просто крутые они меня блять фоткают и я все как из жопы то черный то в разу то расфокусе то живот торчит тоннага блять ты как проститутка расставленные ноги то еще какая-то история в общем пойдет на конкурс на конкурс на конкурс на конкурс самых неталантливых фотографов вот у кого-то есть к этому талант у тебя он есть ты видишь кадр ты пользуешься а я буду я а мне это обидно мне что же мы забрались такую дорогу мне хочется сделать нормальные фотографии а у меня кроме ребят извините за выражение селфи вот извините что я вас вот так вот перевернул у меня кроме селфи ничего только на 63 5 нет потому что везде где я себя смотрю я вот только вот так вот тебя фотография меня есть потому что по-другому фото к нормальных нет только сам себя можно как-то выстроить по кадру еще бы вот вот эта вот камера на которой я снимаю не фронталка как как это называется фронталка это тапом да а это вот который фотоаппарат снимает у него же качество меньше хуже и когда ты снимаешь лицо да а задний фонд его же не видно поэтому короче обидно обидно ну да ладно есть ладно видео останется по крайней мере ну вот еще павлик меня не снимает поэтому всегда в кадрах у меня везде на превьюшках у меня вот такая вот рожа а павлик всегда красивый со стороны потому что я снимаю опять же везде короче вот так вот обидно досадно да ладно в общем все спускаемся не знаю сколько у нас по времени не примерно не не засек сколько мы тут поднимались пойдем вот здесь здесь всего 35 минут в общем где-то так ну будем говорить что час остановками все попить то в общем все спускаемся вниз спасибо за просмотр лайк комментарий или или пост или по липост начал пока хоть себе прививку делаю нормально да и как говорится под скриптом после слове наше мнение сошлось там вот девушка сначала поднялась с мальчиком подростком лет 12 и потом вот этот семейная пара по которой гора потом пришел мужчин муж и с маленькой девочкой ну наверное лет пять да и сначала мы пришли я вам сказал что но ожидание по фотографиям это одно а на самом деле по факту это совершенно другое вот ну и потом девушка вот это пришла с сыном они тоже вот это что ли говорит тролль язык тролли мы такие ну да она такая такая потом через какое-то время я их тоже сфотографировал она нас фотографировала там ну как получилось так получилось тоже у них фотографии на старый айфон бляха-муха сделал такие потрясающие фотографии а мне опять сделали в общем руки у вас растут не из того места паша отстань талант вот а потом пришел муж с маленькой вот девочкой получается с пятилетней где-то и он тоже вот это вот таки дачу говорю ожидания одно а реальность совершенно другая он такой ну да но виды потрясают виды вот и сам язык а вот то что ты поднимаешься здесь вот этим местности вот эта бухта видно там с другой стороны эти бухты видно и виды конечно крутые в отличие ну как бы как есть так мы и сказали но сюда можно подняться и фотки конечно сделать есть профессионал вас как я чтобы вас получились они отличные ну и самое главное увидеть все вот это вот высоты птичок полета все теперь точно сейчас номер придем я на вид размещу объявление что фотограф фотограф с собой бесплатно только его нужно будет поить и кормить легче тебя отправить учиться фотографировать не на профессиональный фотоаппарат зеркалку а хотя бы на телефон самая главная награда после такого спуска и подъема и спуска это море ребята ноги трясутся от усталости поэтому мы их пойдем сейчас разгружать прохладной водичкой поплыл за практически забайкальский край а а